всем бог братва возвращается большой мировой бокс и я возвращаюсь на просторы ютуба пока еще возвращаюсь на них с какими-то обзорными видео но 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 не ровен час как будет то что вы так давно ждете так вот друзья 30 марта вегасе пройдет бой между тимом дзю и себастьяном фандоры изначально как вы знаете тим должен был драться с китом терманом но тот получил травму во время подготовочного процесса и этот бой к моему счастью на самом деле сорвался потому что на мой взгляд биться с китом терманом не самое было интересное интересное и так скажем чемпионское решение все таки кит терман начиная с 2019 года с поражения паку ну за последние грубо говоря 45 лет подрался только один раз и самое громкое что мы слышали о нем это было то что он собирался драться с ларисой шиллз женщин так вот и что этот бой не произошел на мой взгляд это только-только лишь на руку для фанатов бокса да но на руку ли это для тима дзю это очень и очень большой вопрос за две недели слетел кит промоутеры которые кстати впервые чем интересен еще да это вечер бокса это первый вечер бокса от промоутерской компании пи би си премьер баксинг элла хеймана на спутни на канале пи пиви amazon то есть это первое так скажем пи пиви шоу то есть первое платно шоу на амазоне который стартует стартует показывать бокс и очень важно сделать очень хороший вечер поэтому в целом вечера не накидали конкретный то есть имена будут хорошие-хорошие действительно хороший как то есть и со главное события вечера роли ромеро против против высоко круза замечательный бой и ресланди лара отбоксирует в общем хороший будет хороший будет вечер но сейчас не об этом так вот очень было так скажем необходимо спасти этот год было необходимо было спасти этот бой разные варианты прорабатывались и пришлось разрушить противостояние за титул wbc потому что в этом же вечере должен был драться украине сергей богачук против себастьяна фудоры в этом же вечер то есть фудора готовился к этому бою то есть он готовился ник болт а стимом он готовился биться в этом вечере бокса так вот но этот бой так скажем был разбит и себастьяну фудору забрали в главное событие вместе вместе с поясом то и что у нас получается что тим дзю мало того что будет проводить свою первую защиту своего пола своего пояса wb при этом с китом терманом они там думали думали то есть вообще придумали wb что если он проигрывает киту термину то у нее пояс забирают если китерман выигрывают то это ему пояс не дают потому что термина даже нету в рейтингах потому что он редко дерется так вот но теперь что интересно бой будет сразу за два титула потому что за wbc должны были драться богачук и фундора конечно же среди богачук очень расстроен его можно понять случившимся его промоутер том ли флер нашел ему нового оппонента и это будет миндоза тот миндоза который год назад нокаутировал фундору это было первое поражение фундоры 8 апреля прошлого года он же дрался в прошлом бою мы с вами вместе смотрели с тимом дзю бой прошел 12 раунд вы опять миндоза будет драться с богачуком они обещают что это будет отборочный бой и что победитель боя богачук миндоза будет драться с победителем боя фундора фундора против тима дзю но это на самом деле еще большими вилами по воде почему потому что два пояса будет у победителя wbc вот пацаны просто сразу же как-то быстренько но честно говоря куда катится мировой бокс но бы ну по большому счету оба еще зеленоваты так скажем зеленый что тим что фудора а уже хотя уже с поясами ну ладно но далеко не зеленый за этими поясами придет потому что по слухам терренс кроуфорд собирается подняться весовой категории в которой он дерется сейчас да то есть на одну категорию вверх шагнуть и подраться с победителем этой пары то есть победителем пары фудора против дзю будет драться терренс кроуфорд что еще придает интерес дополнительно интерес к этому бою так что похоже похоже не так все хорошо получится у сереги богачука по пути к поясу все-таки придется наверное еще подождать но как говорится такова жизнь таков профессиональный бокс ну а что же касается именно этого боя и хорошо это или для плохо для тима дзю с одной стороны мне кажется этот пояс был как замануха для него просто изначально этого пояса накануне стояла я думаю когда ему предложили фудору там лагерю там я думаю лагерь очень сильно стал сопротивляться потому что готовится к правше который боксировал еще который с паком боксировал вот можете себе представить пока по размеру да пак уже там поднялся это тогда уальтер уэйт и так далее но все равно то есть кита термана который боксировал по на протяжении всей своей карьеры с парнями которые меньше и который в принципе по антропометрии схож с тимоном который такой боксер игровик боксирует и все такое готовится под него и за две недели до боя попасть просто вот на такого вот на такого то есть на такого прямо скажем пацана редкостной редкостной комплекции для так скажем большого бокса сейчас потому что вы сами подумайте 69 ребята дерутся а росту фундоры 197 197 где-то пишут 198 а 198 это уже энтони джошу понимаете то есть вы вдумайтесь весовой категории до 70 скажем так откинем граммы миллиграммы человек боксирует с ростом 197 против тимона у которого рост 174 и при этом что еще безусловно тимону и не идет на руку он левша он левша я специально изучил бокс райк тимона и увидел что тимон ну на протяжении последних пяти лет он вообще не дрался с левшами а когда он дрался с левшами так скажем в начале своей карьеры то это были даже не левши среднего уровня то есть с левшами среднего и высокого уровня тимона мы в ринге не видели это безусловно конечно же его тренерский штаб его промоутер очень из-за этого я думаю переживали что готовится на правшу а попасть на фундору на высокого левшу за две недели до боя это как говорится немножечко да взрыв мозга особенно когда боксер так скажем я все-таки считаю что тим джище так набирающий обороты боксер еще для большого ринга не имеющий достаточно опыта чтобы чтобы боксировать с топами так но с другой стороны фундора тоже вот посмотрим кто ближе к топам да ты говоришь по этому бою хотя уже пояса есть так вот и себастьяна фундора в ска выскакивает ринг с таким боксером и более того выскакивать в сша у тима дзю ребятки напомню был только один бой в сша до этого этот бой был против тарелла гашея этот бой был два года назад и этот дебют сша начался с нокдауна в первом раунде правы на правую тим он налетел и в нокдаун улетел в первом своем же раунде в сша тим он падает в нокдаун бой выигрывает дальше то есть понимаете вот сейчас он опять едет в сша не просто не просто тимону он едет сша он будет драться с очень неудобным до фундору да мендоза нокаутировал фундор но до этого момента фундора забирал бой шестом или седьмом раунде произошел этот нокаут он будет драться с таким неудобным павел парнем и более того этот парень ведется промоутерской компании элла хеймана которая и организует этот вечер бокса тем удивительнее мне смотреть на коэффициенты вы знаете друзья я не даю прогнозы я больше вам делаю анонсы боев анонсы боев которые вы вместе со мной можете посмотреть прямом эфире в телеграм-канале всем бокс лайк и этот бой вы можете посмотреть прям эфире в телеграм-канал всем бокс лайк он будет проходить утром воскресенье то есть 30 вегасе 31 восточном полушарии с утра вечер бокса я стартану где-то в 3 часа ночи утра для кого как ну а главный бой будет 6 ребятки не просыпайте ночью ночью две недели назад в америке перевели время и теперь все события которые идут боксерские кэфси в америке будут на час раньше ребята обращайте внимание если вы вставали любили вставать попозже на час раньше теперь весь бокс на ближайшие полгода на час раньше так что это не пропустите вместе со мной безусловно этот вечер бокса посмотрите в записи все эти бои всего-то вечера боксеры прокомментирую будут в закрытом телеграм-канале всем бокс тв доступ который доступен через бота ссылка в описании по подписке наконец-то мы до этого дошли там очень много боев и которые были в течение этого месяца плюс я туда выложил кэфси которые раньше не выкладывал такие как у мэйли волкановский и так далее но речь не об этом а речь сейчас идет о тимми дзюй как ему непросто так вот я соскочил с этой темы да по поводу прогноза тем удивительнее мне смотреть на коэффициенты 123 на тимона 4 и 3 на фундору на победу достаточно странные коэффициенты учитывая что фундора дерется дома учитывая то что его ведет промоутерская компания это и учитывая то я скажу честно я не смотрел много боев фундоры но я посмотрел сейчас перед тем как записать вам это видео я вам скажу он очень аккуратный боксер размеренный думающий аккуратный боксер который на дальней дистанции может хорошо держать джебом очень опасный встречный апперкот у фундоры и в головы в корпус очень опасно встречать снизу и он готов драться на ближней дистанции несмотря на то что фундора является по своим корням кубинцам но он родился и вырос сша и ближний бой ему так скажем далеко далеко не чушь он любит он любит ближнюю дистанцию он не ломается на ближние дистанции он не ломается не психологически не физически и он очень грамотно может там работать и в атаке их знает где придержать и знает где подсушить очень грамотный боксер очень грамотный боксер который делает намного меньше безрассудных действий чем тим дзю тим дзю безусловно очень зрелищный боксер и за это его любит публика но при этом даже говоря о последнем боя с миндозы который мы вместе с вами смотрели на канале всем бог сло всем бокс life могу сказать что очень много брака очень много брака в действиях тима дзю брака технического брака как защите так и в атаке как я высказался в последнем бою тима дзю в прямом эфире я честно не помню такого чемпиона который столько промахивается как тимдзю тимдзю очень много промахивается но это безусловно связано не не с тем что он не умеет боксировать тем же великолепно умеет боксировать и есть моменты которые когда он особенно работает в перехвате квадра работает перехват подхват прямо видно виден класс виден класс но тим дзю очень всегда заряжается за удар, на удар. Тим Дзю, он по своей ментальности терминатор. То есть он просто, понимаете, он не то, что не может как-то боксировать интеллектуально, он не хочет, он хочет драться, он хочет дарить зрелище. И он его дарит. Но это зрелище дает свои минусы. В связи с этим, да, вот с этим стилем, который пропагандирует Тим Дзю, я честно скажу, я немного смотрел Фундору, буквально 1-2 боя. И потому что я увидел, я не вижу, как Тим Дзю может победить Фундору по очкам. Только если там будет несколько нокдаунов, да, условно говоря. Но я вижу, как Тим Дзю может уронить Фундору. Это 100%. Но как он Фундору может по очкам победить, это большой вопрос. С другой стороны, Тима падал тоже, а Фундора может бить. А Фундора может бить, особенно встречать, как я вам говорю, снизу, на входе оппонента с дальней дистанции на ближнюю и очень грамотно в ближней дистанции работает. И апперкотами, и сверху боковыми. Хороший боксер. В действительности Бастиан хороший боксер. И, как говорится, высоким непросто. Вы вспомните, скажете, Томас Хирнс был высокий, ребятки. У Томаса Хирнса было 185. А тут 197. Так что, тяжело быть с таким ростом, безусловно, пластичным, но это удается Себастьяну Фундоре. И, на мой взгляд, бой Фундора Дзю, повторюсь, намного, намного конкурентнее и интереснее, чем бой с Турманом. И это подарок для фанатов бокса. Но не подарок для Тимона. Но, с другой стороны, хорошая проверка для Тимона. Тимон, так скажем, домашний парень, боксирует в Австралии, у себя дома, привык. А тут карты все против него. Пока на раскладе. Вот на первой раздаче, честно говоря, не очень карты попали. Посмотрим, как дальше из колоды по раундам пойдет. Знаешь, как походил, один походил, так, все, блядь. Бум-бам, нахуй, все. Раздал, взял, посмотрим, что пойдет дальше, дальше по бою. Посмотрим, посмотрим. Но, бой будет совершенно, ну, определенно непростой. Фундора был, вы скажете, был в нокауте. Но это было год назад. Кукуха восстановиться должна 100%, особенно ему 26 лет, он молодой парень, регенерация в этом возрасте. Как бы все еще идет. Уже не так, как возможно 3-5 лет до, но все еще идет. Плюс у Тимона. Тимон подрался три раза. Тимон три раза подрался за 2023 год. Последний бой был в октябре с Мендозой. И это самый лучший расклад. На самом деле для него. Потому что часто драться это безусловно то, что нужно современным то, чего не хватает современным боксерам и то, что им нужно, чтобы показывать свой максимальный уровень. Далеко за ярким примером ходить не надо. Это Энтони Джошуа, который подрался четыре раза и как подрался за год. Так что в этом у Тимона плюс. У Тимона жесткий удар. У Тимона так скажем максимально брутальный характер. Максимальное желание донести удар. Но это желание донести удар может и сыграть злую шутку. Особенно когда ты не чист в технических действиях в защите и в атаке. И против тебя такой собранный и по боксерски хитрый пацан как Фундора. Так что очень-очень интересный бой, друзья. Кто на ваш взгляд фаворит? Как закончится этот бой? Пишите в комментариях. Я не берусь не берусь такими вещами заниматься. Заниматься. Это я не обзорчик. Фу. Не совершенно. Не прогнозист, не метеоролог. Но одно можно спрогнозировать на 100% верно. Что это действительно будет очень хороший бой. Так что друзья. Жду вас в воскресенье утром на замечательный бокс. Кто не может посмотреть в прямом эфире и смотрит меня давно. Призываю не стесняться и через бот в телеграме подписываться на закрытый канал, в котором я теперь могу публиковать все, включая кэсси. Так что ребята, спасибо, что вы есть, спасибо, что вы все еще смотрите. Мой канал, надеюсь, вы все подписаны. В последнее время видосов выходит мало, но не ровен час и будет прожат газ. Любите бокс, смотрите бокс, занимайтесь боксом, всем бокс. бокс.